Добрый день, друзья! Меня зовут Красников Сергей, я юрист, и здесь мы говорим с вами о семейном праве. Один из самых распространенных вопросов, запросов, по которым пользователи заходят к нам на сайт, это как доказать факт раздельного или совместного проживания. Тема эта не совсем простая, и сегодня я постараюсь осветить основные моменты простым языком, для того, чтобы у вас было представление о том, когда это необходимо и как надо доказывать тот или иной факт. Но я настоятельно не рекомендую вам заниматься ведением судебного процесса, в котором есть необходимость доказывания таких фактов самостоятельно. Обязательно обратитесь к юристу, потому что это достаточно сложная правовая конструкция, и самостоятельно вы не справитесь с очень высокой долей вероятности. Если у вас появятся вопросы по теме данного ролика, задавайте их в комментариях или переходите к нам на сайт, ссылка будет в описании ролика. А на сайте есть множество каналов связи с нами, мессенджеры, форумы обратной связи, e-mail, пишите, мы с удовольствием ответим. Итак, по общему правилу считается, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, при этом независимо от того, на кого оно оформлено. Однако, в случае, если такое имущество было приобретено после фактического прекращения семейных отношений, суд может признать его единой личной собственностью одного из супругов. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень важно, суд может, но не должен. И он сделает это только, если вы сможете доказать факт прекращения семейных отношений на момент приобретения того или иного имущества или получения денег. Ведь брак сам по себе не создает для супругов обязанности проживания совместно. Каждый из супругов свободен в выборе места жительства. Раздельное проживание отнюдь не всегда означает фактический распад семьи. Возьмем, для примера, семьи военнослужащих. Раздельное проживание может быть обусловлено прохождением военной службы в другой стране. С службой на корабле, командировкой длительной в другой регион. Но это совершенно не означает распада семьи, этот факт. Однако чаще всего длительное раздельное проживание супругов является следствием именно фактического прекращения их семейных отношений. Фактический развод означает именно прекращение ведения общего хозяйства. Следовательно, имущество, приобретенное в это время каждому из супругов, уже не нажито ими совместно и является личной собственностью каждого из супругов. Но факт того, что оно является личной собственностью того или иного супруга, предстоит доказывать в случае, если второй заявит свои права на него. Судом может быть признано имущество личной собственностью одного из супругов, в том случае, если оно приобретено им за свои деньги и на момент покупки семейные отношения между супругами прекратились. Приведу пример из практики. При рассмотрении одного из дел нам удалось доказать суду, что после фактического прекращения семейных отношений один из супругов за счет собственных и заемных средств, он немного кредитовался, приобрел автомобиль. Мы доказали, что второй супруг никаких средств приобретения автомобиля не вкладывал. Представили в суд доказательства документальные, опросили свидетелей, подтвердивших раздельное проживание супругов. И в итоге суд признал, что этот автомобиль является личной собственностью того супруга, который его приобрел и отказал ИСЦУ в компенсации в виде половины стоимости этого автомобиля. Однако я еще раз подчеркну, дорогие зрители, что суд именно вправе, но не обязан признавать имущество, нажитое супругами в период прекращения семейных отношений, личной собственностью каждого из них, поскольку такое имущество может быть приобретено на общие, а не на личные средства. Очень интересный вопрос. А может ли суд признать имущество личной собственностью одного из супругов, если семейные отношения прекращены, но супруги продолжают жить в одной квартире? Ответ на этот вопрос – да. Это может, если суд установит, что супруги больше не ведут общее хозяйство. Таким образом, чтобы суд признал имущество личной собственностью одного из супругов, вам необходимо доказать, или нам необходимо доказать, в какой момент прекратились семейные отношения и ведение общего хозяйства. Семейные отношения должны быть прекращены до приобретения спорного имущества. И оно должно быть приобретено на личные средства того супруга, который его приобретает, а не на совместные. Доказывать это можно, например, решением суда о разводе, в котором иногда фиксируется момент фактического прекращения брачных отношений, документами, подтверждающими регистрацию супругов по разным адресам, документами, подтверждающими сожительство одного из супругов с другим человеком, например, также появлением от таких отношений общего ребенка, фотографиями, свидетельскими показаниями. В качестве свидетелей в первую очередь мы приглашаем членов семьи, соседей, общих знакомых, сослуживцев. Также необходимо представить в суду документы, подтверждающие приобретение имущества исключительно из личных средств без участия другого супруга или за счет заемных или кредитных средств, кредитный договор или договор займа. Не лишним будет представить доказательства того, что супруг располагал необходимым количеством денег для приобретения дорогостоящего имущества. Например, представить в суд справку о доходах, если супруг имеет хороший стабильный доход. Или документы, подтверждающие продажу какого-то личного имущества для того, чтобы приобрести что-то еще. Имейте в виду, пожалуйста, что суд выносит решение на основании совокупности доказательств. То есть, чем больше вам будет представлено документов, пусть напрямую не доказывающих раздельное проживание или приобретение имущества за счет личных средств, тем больше вероятности решения в вашу пользу. Приведу пример из нашей практики. Однажды был случай, когда нам необходимо было доказать, что квартира приобретена за счет личных средств нашего клиента в период после прекращения семейных отношений. При этом брак наша клиентка не расторгала со своим мужем. Мы представили в суд следующие документы. Свидетельство о рождении ребенка у мужа от другой женщины. Тут нам повезло, удалось его достать. Справку из ТСЖ о том, что наш клиент в течение определенного времени проживает в квартире, которая не является местом жительства ответчика. Когда супруги разошлись, женщина переехала в другой город. Квитанция об оплате коммунальных платежей в этой квартире, предписание Петроэлектросбыта на имя по новому адресу места жительства, заявление в пенсионный фонд о назначении пенсии по новому адресу и множество других косвенных и полупрямых доказательств. Также мы представили в суд документы, подтверждающие, что ранее в личной собственности женщины было недвижимое имущество, которое она впоследствии продала, чем смогли доказать, что женщина имела финансовую возможность приобрести спорную квартиру. Все перечисленные документы по отдельности не доказали бы необходимые нам обстоятельства. Однако в своей совокупности они убедили судью, что наш клиент уже очень давно не живет с мужем и приобрела спорную квартиру исключительно за свои деньги. Именно поэтому в таких случаях мы рекомендуем по возможности собирать максимальное количество доказательств, прямо или косвенно подтверждающих фактическое прекращение семейных отношений и ни в коем случае не ограничиваться одним-двумя документами. Дорогие друзья, спасибо вам за интерес к нашему каналу. Мы стараемся здесь простым языком рассказывать о сложных правовых конструкциях. Если вам интересны какие-то темы, пожалуйста, пишите комментарии, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!